здравствуйте друзья мои на сайте роспотребнадзора обновление появилась небольшая инфографика об основных принципах карантина в домашних условиях и рекомендую всем ознакомиться давайте быстренько пробежимся и я с вами поделюсь чуть-чуть своим личным мнением она может быть ошибочным она может быть оценочным не воспринимайте это как руководство к действию но может быть в комментариях мы с вами обсудим эту информацию и как минимум почерпнем что-нибудь полезное и так цитата для того чтобы к вид 19 не распространялся дальше гражданам у которых был контакт с больными или тем кто вернулся из путешествия или был в командировке необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать карантин у себя дома 14 дней здесь вопросов никаких не возникает приехали откуда-нибудь из-за границы например позвонили штаб сообщили что вы приехали ну и сидите дома две недели в принципе довольно кайфово если конечно вы не и пешник например и не платите сам себе зарплату и тем более если ваш бизнес и как индивидуального предпринимателя не связан с напрямую со другими людьми например какие-то перевозки кайт курьерская доставка может быть туристический бизнес или ну скажем при пяти тверства что это значит не выходить из дома весь период карантина даже для того чтобы получить посылку купить продукты или выбросить мусор то есть две недели вы сидите у себя дома или на даче я вот знаю людей которые карантинят у себя на даче в плане того как вот деп еды добыть да ну я думаю что вас не бросят друзья знакомые оставят вам под дверью принесут какой-нибудь еды или курьерская доставка может быть пока вот в москве с этим проблем нет не знаю как думаю что в крупных городах с этим тоже проблем нет не знаю как маленьких городах если кто-то знает напишите в комментах пожалуйста по возможности находиться в отдельной комнате это супер рекомендация особенно если вы живете в однокомнатной квартире например да и вы не один там живете муж женой или может быть еще кто-нибудь там с вами живет дети какие-нибудь вот здесь конечно роспотребнадзор жжет пользоваться отдельной посудой индивидуальными средствами гигиены бельем и полотенцем ну думаю с этим проблем не возникает воз вообще рекомендует одноразовую посуду использовать пользоваться так это что приобретать продукты необходимые товары домашним обиходу дистанционно онлайн или с помощью волонтеров в качестве волонтеров могут выступать ваши друзья или родственники если таких нету то ну зачем вообще живете исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами опять же если вы живете один проблем нет если вы в квартире живете с роднёй ну попробуйте конечно исключить эти контакты использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства маска спиртовые салфетки значит ваша не вчера купил антисептики и вам рекомендую протирайте дома ручки выключатели руки дезинфицируйте почему именно 14 дней две недели карантин в продолжительности соответствует инкубационному периоду коронавирусной инфекции времени когда болезнь может проявить первые симптомы здесь опять же вопросов нет что обязательно нужно делать во время карантина мыть руки с водой и мылом и обрабатывать кожными антисептиками перед приемом пищи перед контактом со слизистыми оболочками глаз рта носа после посещения туалета ну это элементарные требования гигиены я думаю что все мы и до коронавируса мыли руки после туалета регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с мощными или мощно дезинфицирующим эффектом до опять же коронавирус здесь ни при чем всегда нужно в квартире особенно держать окно открытом хотя бы маленькую щелочку если вы боитесь сквозняков как-нибудь придумайте может быть какие-то интервали интервальные проветривания но никогда не понимал людей которые наглухо запирают все окна у себя дома и сидят дышит они непонятно каким затухлым воздухом ребята кислород приток кислорода должен быть и даже если вы живете рядом с дорогой даже если вы живете рядом с дорогой все равно сквозное проветривание устраивать необходимо вот в школе все знают есть такое понятие режим проветривания например и каждую перемену все окна должны открываться первое прямо правила борьбы с инфекциями вирусами бактериями это проветривать потому что воздух должен помещение меняться и в плане влажной уборки по моему пора уже купить себе робот-пылесос робот-полотер и на перегонке чтобы они там мыли вашу квартиру если вам не хочется заниматься этим самостоятельно что делать с мусором прекрасная бытовой мусор нужно упаковывать в двойные прочные мусорные пакеты плотно закрыть и выставить за пределы квартиры утилизировать этот мусор можно попросить друзей знакомых или волонтеров я вот представляю как я сейчас выставляю мусор за пределы квартиры что на это скажут мои соседи здесь надо да здесь надо как-то действительно заранее договариваться с друзьями и родственники чтобы они эти пакеты быстренько вытаскивали иначе ну это просто не культурно некрасиво как поддерживать связь с друзьями и родными вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видеорадио связи по интернету главное не выходить из дома до тех пор пока не закончится карантин если вы не можете жить без общения с родственниками я думаю вы и раньше общались с ними по видеосвязи кто наблюдает за теми кто находится на карантине у них берут анализы на коронавирус для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные технические средства контроля в интернете видел информацию что мужик вышел вынести мусор во время карантина его заснял домофон домофонная камера и пришли из полиции ему сказали что ай 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 вот такой-то нехороший мы знаем что ты выходил и в общем по-моему даже оштрафовали за всеми кто находится на карантине ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру это каждый день к вам врачи будут ходить или вы самостоятельно будете измерять но если человек сознательный вы наверно самостоятельно будете измерять я сомневаюсь что врачи каждый день к вам будут ходить но может и будут кстати на десятые сутки карантина врачи производят отбор материала для исследований на ковид-19 мазок износа или ротоглотки и это правильно если вы заметили у тебя первые симптомы необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику ну здесь мне кажется надо быть редкостным идиотом чтобы не сообщить в нынешней сложившейся ситуации не сообщить поликлинику о том что у вас потенциально проблемы как получить больничный на период карантина пока вы находитесь в режиме карантина дома вам открывают лист нетрудоспособности на две недели чтобы получить больничный не нужно приходить поликлинику его можно оформить дистанционно на сайте фонда социального страхования и это прекрасно если вы работаете за зарплату на каком-то предприятии или на какой-то фирме то две недели больничного вам обеспечивает государство что будет с теми кто не соблюдал или нарушил карантин при нарушении режиме карантина человек помещается инфекционный стационар и это тоже правильно потому что просидеть две недели дома читая книги смотря фильмы работы наконец это вполне реально это не проблема а если вы настолько тупой что не можете усидеть дома и тем более если вы тупой и больной еще вы еще людей перезаражаете и мы тогда из этой ситуации не выберемся вообще никогда берегите себя и будьте здоровы спасибо роспотребнадзор в принципе годная информация она постоянно них на сайте обновляется и она ютюбе запилил ролик некоторое время назад и уже можно его удаляйте перед новой потому что информация существенно обновилась отслеживайте всю эту все это изменение информации до обновления ее на официальных сайтах не ведитесь на всякие слухи не слушайте советов там друзей знакомых и так далее есть люди которые профессионалы они эту информацию выкладывают в общий доступ это во-первых всемирная федерация здравоохранения до организация здравоохранения это наш роспотребнадзор это официальные государственные сайты вот еще раз говорю не ведитесь на провокации берите информацию только из проверенных источников не болейте и не скучайте счастливо